Приветствую вас! Я согласен со своим коллегой в том, что не совсем понятно, кому именно вы задаёте вопрос, то есть задаёте ли вы вопрос в раздел эзотерики или задаёте ли вы вопрос в раздел психологии, если вы задаёте ли вы вопрос в раздел психологии, то как-то мало достаточно информации вы предоставляете, потому что информации в таких случаях, в таких делах надо всё-таки больше, потому что ситуация очевидно серьёзная, ситуация очевидно болезненная для вас, вы её не можете принять, вот, кстати, тот факт, что вы не можете ситуацию принять, это скорее ваша ответственность, нежели чем ответственность у мужчины, потому что вам больно, вам тяжело, вам неприятно, вот. И тут, конечно, встаёт первый важный аспект, это аспект разграничения ответственности, да, и разграничение ответственности за свои чувства, в данном случае ответственности не несёте по ряду причин, наверное, вы принять не можете выбор своего молодого человека, вот, вы не можете принять его выбор, но, как бы, хотите выяснить, что повлекло такое его победение. А то есть, почему я так поступил. Полагаю, что если вы будете знать, почему он так поступил, вот, то вам будет легче, вам будет проще, и так далее. И только здесь всё в том, что это миф, потому что легче и проще вам не будет, не будет, не будет вам проще, потому что вашего собственного состояния данный аспект не изменит. То есть, как бы мы не объяснили вам, по какой причине мужчина повёл себя так, вот, вы всё равно будете страдать, вам всё равно будет тяжело, вам всё равно будет плохо, вам всё равно будет не по себе, и так далее. Вот. И здесь, конечно, вся тонкость основная именно в том, чтобы поработать именно с вашими чувствами. Здесь вся основная тонкость в том, чтобы поработать именно с вашими ощущениями, вот, именно с тем, что именно вам мешает принять то, что произошло. Ну, в конце концов, мужчина, мужчина мог, а, ведь, и, а, просто разлюбить, да? То есть, ну, просто, мог просто взять и разлюбить. Такое тоже бывало. Вот. Разлюбить он мог давно, но по инерции или по, так сказать, накоплению, да, продолжать с вами быть в отношениях. Вот. То есть, здесь, сейчас именно такая, да. Ну, отвечая на ваш вопрос, который вы задаёте изначально, да, отвечая именно на ваш вопрос, мне бы хотелось сказать следующее, что судя по тому, что я увидел, судя по тому, что вы ее написали, у вас были отношения очень яркие, страшные, вот. И именно это, на мой взгляд, сыграло самую роль. То есть, именно это. Именно то, что ваши отношения были очень яркие. Ваши отношения были очень яркие, очень пылкие. И вот. То есть, это на языке транзактного анализа, да, на языке транзактного анализа, это означает, что вы были близки, как дети. Да, просто вот. Как дети, вы были близки. Но как взрывы свои люди, и как родительский компонент, скажем, человек, да, то есть, родительский компонент, скажем, из вас, были далеки друг от друга. Вот. Или родительский компонент, значит, именно родительский компонент был постоянно в контрах. Вот. То есть, я понимаю, что это предположение, но тем не менее. Потому что очень похоже, что мужчина просто вот, был с вами, был-был-был-был-был, хотел быть с вами, хотел-хотел-хотел, да. Да. Вот. И потом он несколько поменялся. То есть, последнее время, последние, не знаю, недели, там, или месяцы с вами отношений, он, судя по всему, был по принуждению. Ну, так, по крайней мере, это выглядит. Вот. И, собственно, это говорит о том, что он не решался и не мог вам сказать, что его чувства изменились. То есть, что они стали, стали другими. Вот. Почему он не мог это сделать? Это вопрос. Это вопрос уже отдельный, но, тем не менее. Вот. Так же, по вашему тексту, я могу сделать такой вывод, что мужчина жил по определенным принципам, да, как вот, ну, как вы сами сказали. Он жил по определенным установкам своим, а потом резко их, значит, сменил. Данный момент, данный момент указывает на то, что те установки, которыми жил мужчина, вполне возможно его отяготили. Либо он следовал им слишком слепо, да, стоит, 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 когда надо и когда не надо. Что привело его к тому, что он, значит, чувствовал себя, именно, ну, жертвы. То есть, опять же, опять же, да, опять же, я не знаю, как обстоят дела, вот. Но, исходя из того, что вы написали, да, что мужчина отдавал вам всё самое лучшее, вот, и так далее, исходя из этого, можно, можно предположить, можно предположить, что человек, ну, как бы, был наивнос. Вот, просто наивнос. И его это тяготило, и ему это было неприятно, и он просто однажды понял, что дальше продолжаться не может. Значит, ненависть к вам, ненависть к вам, ненависть, которую испытывает мужчина к вам, как вы говорите. Это, по сути, оборотная сторона, значит, чувства, которое у него к вам есть, вот. То есть, впервые была любовь, да, а потом, значит, появилась ненависть. То есть, это означает, что, скорее всего, у него к вам были какие-то ожидания. Это означает, что, скорее всего, у него к вам были какие-то, ну, требования, что ли. То есть, он хотел, он ждал от нас чего-то. Вот, а когда вы ему этого не дали, вот, что мужчина начал вас ненавидеть, потому что, вот как же так, я в тебя вкладывался, да, я для тебя столько всего сделал, а ты, там, не ответила моим, там, желаниям, предпочтениям и так далее. Ненавидеть, это, к сожалению, такое же детское чувство, вот, такое же детское чувство, что и в данном случае любовь. То есть, то есть, любят ребенок, вот, любовь испытывает дитя, вот, ну, а взрослый как-то это контролирует, как-то это корректирует. Так вот, в вашем случае, да, в вашем случае такой коррекции не случилось, вот, потому что любовь была безудесна, пока ребенок в мужчине верил, ну, верил в той реальности, которая была. Вот, и такая же получилась ненависть, когда вера эта закончилась. То есть, его ненависть, это, по сути, перенос на вас негатива за какие-то его собственные, не реализовавшиеся, желания и мечты. Вот так вот это видит мне, по крайней мере. Вот, и к вам, к вам это отношение не имеет, именно к вам это отношение не имеет. То есть, мужчина, он свой конфликт переживает, но, скорее всего, он просто не хочет, не может, боится приносит его ответственность, и проще обвинять вас. Вот, другое дело, что у нас тут, может быть, всего будет. То есть, вот, я всю жизнь жил по какому-то принципу, да, определенному. Вот, больше, соответственно, по такому принципу жить не хочу. Вот, теперь хочу жить только по другому принципу, да. То есть, это, это, это можно, этим можно объяснить. То есть, тот факт, что он, значит, ушел к бывшей жене лучшего друга. Вот. То есть, мне кажется, что здесь вот, ну, такая история. И не исключено, что, что в какое-то время мужчина об этом тоже пожалеет, не исключено, что мужчина захочет вернуться к вам, вот. Но, что это, не так важно, как то, как вы это все воспринимаете, да. Потому что, вот, если вы говорите, что не могу принять ситуацию, это ваше желание. Вот. Ну, и то, что все в шоке, это психологическая игра, разве это не ужасно? С которую, в данном случае, вы играете. То есть, это такая вот психологическая игра, разве это не ужасно? То есть, все в шоке. Ну, что значит, все в шоке. В принципе, это хорошо. В принципе, это здорово. Но, в принципе, хорошо и здорово, когда они идут человеку на пользу. А этот мужчина их поменял. Вот. Что это значит, что не так уж они ему на пользу и шли. Вот. И если друзья уже окончаются, то никакого шока не будет. А будет просто понимание того, что человеку нужно попробовать что-то другое. Вот. Я понимаю, что вам тяжело это слышать, может быть. И, скорее всего, тяжело. Но, поймите, что если вас в отношениях что устраивает, не значит, что устраивает мужчину. Вот. И, как бы, если он ушел, значит, ну, ему так лучше. Так ему лучше. Вот. И, если вы его любите, то вам, ну, надо бы за него порадоваться. Что он, вот, принял решение, да, что он принял решение, извинить свою жизнь. Вот. Вот так вот даже. Может быть, круто. Может быть, очень круто. Вот. Но тогда он попробует что-то новое. И интернет, может быть, обретет счастье. Вот. А вам! Еще раз хочу повторить. Нужно обратить внимание на свои чувства. Так вот, то, что я не могу принять, пишите вы. Вот. Я не могу принять. Не могу принять ситуацию, да. Вот. Это проблема ваша. И проблема это... Эм... Того. Проблема это того. Что вы потеряли. Вместе с уходом этого человека. От вас. Вот. Вот. Эм... Вот. Собственно. Какой момент. Вот, собственно. Эм... Какой аспект. Здесь. Понимаете? И... Поэтому. Поэтому. Я думаю, что... Чем раньше, чем быстрее вы... Обратите внимание в этой всей ситуации на себя. Вот. Чем раньше вы... Эм... Подумаете... Эм... О себе. Тем, чем, чем раньше вы... Эм... Возьмете личную ответственность за свои чувства. Тем... Лучше будет... Вам. И быстрее вы сможете... Отпустить эту ситуацию. Принять ее. И жить дальше. Вот. Поначалу, конечно... Да. Будет... Тяжело. Потому что... Привычка это... Вещь... Серьезная. Вот. Но... Все меняется. И черт повторю. Если вы... Своего мужчину любите. То вы понимаете, что... Он ушел. Ну... И теперь так нет. Хорошая жизнь. Вот. А ненависть... Как-как и... В общем, да. Любое чувство ненависти... Оно... Она... Слепа. И... Совершенно не отношает... Того, что... Вас... Действительно... Их... Во что... Ненавидят. Вот. Проанализируйте свои чувства. И... Подумайте... Эм... На... На анализах. Да. Эм... Что можете сделать именно вы. В этой ситуации. Эм... То есть... Что можете сделать именно вы. Для помощи. Чтобы... Эм... На... Ну... Чтобы... Принести... Эм... Гармонию в своей жизни. Вот. Потому что вы. И сейчас. На самом деле. Эм... Тоже рассказать как ребенок. Не могу принять ситуацию. Вот. Это... Детское мышление. Вот. Потому что вы знаете, что можете. Вы знаете, но не хотите. Не хотите. Потому что... Эм... Считайте, что... Эм... Ну... Ну... Считайте, например, что мужчина, он... Ну... Должен быть... С вами. Допустим. Вот. Вот вы считаете, так и всё. Не хочет отпускать... Эм... Своё. Вот. Вот. Ну... Сто, что ваше. Не хочется отпускать. Вот. Сто, что было ваше на протяжении 7 миллионов. Но это же... Уже... В данном случае это уже... Скорее... Э... Эгоитм. Да? Согласен. Я надеюсь. Это... Вот. Что это эгоитм. И... Эгоитм, он... По... Сути дела, вас... Ну... Ну... До хорошего не доведёт. Столько до... Эм... Трустрации. До... Агрессии. До... Депрессии. Ну... До каких-то... Ещё моментов... Эм... Которые... Эм... Могут... Могут... Отправлять вам... Жить... Вот. Так что... Вот так... Эм... Можно... Ответить вам... На... Ваш... Вопрос. Эм... Я надеюсь, что... Помог вам... Эм... Если... У вас остались... Дополнительные вопросы, вы можете... Задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. А если вам понравился... Мой ответ... Эм... Буду благодарен. Если... Вы... Сделаете... Эм... Мой ответ... Лучшим. Вот. Я... Понимаю, что вам... Сейчас... Тяжело. Вот. Я желаю вам сил. Вот. Эм... Готов... Я уверен, что я и мои коллеги... Эм... Готовы... Помочь вам... Эм... Своими знаниями, опытом... С поддержкой... С... С... Чисто человеческой. Вот. Если... Вы в этом... Будете... Нуждаться. Вот. Всего вам... Самого доброго... И удачи! И consuming iter dig Luego превездач Афф Táфф ск animals… Вау... Орли nushpь... Мико — Вау лук птиц. Мико strength. Мико... К